Слушай, а какой твой любимый интро? Я вот сейчас скажу сразу, человек старой школы, поэтому вот этот Евангелион, как это, Crying, Tear, Tesis, Angel. Я говорю не про аниме, а не роман, я говорю про... Опенинг. Да, именно про опенинг. На втором месте у меня One Punch. Я не так много смотрел. One Punch! Да, когда я начинаю тарать One Punch, я... Вот их два я всегда смотрел, а Чемплу, нужно сказать, все-таки проматывал. Опенинг проматывал? Да. Каждый раз? Нет, ну первые серии смотришь, а потом проматываешь, потом ты уже такой, что у меня... Сентябрь. Любимый опенинг, чтобы уж противопоставить твоему... Блин, наверное, какой-то из Наруто. Все-таки они в памяти остаются сильнее из-за того, что... Аж 600 тысяч серий. Да-да-да, наверное, из-за этого. Ну, а слушай, у подкаста про аниме ведь тоже... Аниме или аниме? Давай определимся, чтобы хуями не крыли. Аниме? Аниме, хорошо, пусть будет тогда. По-русски как будто бы, ну... Аниме и манга. Манга. А художник, который рисует мангу, манга-ка. Это как у... Помнишь, у Каргина были шутки про русских в кавказских ресторанах. А это у вас что, манды? Манды? Я правильно понимаю? А это что, сосиви? Сосиви, да? Ну, нет, нет. Про кого? Про каких это русских? Ну, про этих. Для которых поход в кавказские рестораны — это экзотика, а не покушать кавказскую еду. Ну, не знаю, у меня запомнились больше его шутки, когда русский щедрый, что он кредитной карточкой, как мечом самурайским. И кальян на вине. У него такая шутка была? Да, еще, по-моему, когда была первая сцена, не театр русской песни, а Москва-кафейль, как она называлась. Вот там очень меня смешило. А, аниме все сводится к Тимуру Каргинову. Все аниме — это Тимур Каргинов. Я думаю, есть 100% должны быть фанфики, где Каргинов и Каняев в... Ой, 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 ну фанфики, они же подразумевают... Подожди, нет, подожди, фанфики всегда подразумевают какую-то подоплеку любовную? Мне сказали, что да. Да? Ну, то есть не могут люди просто дружить, будто фанфики. Когда креаторы фанфиков видят, что, ну, видят браманс какой-то, они такие, нет, это не может быть просто браманс. Зерно, зерно есть. Причем не просто, а что-то по ДСМ нам удивительно. Блин, я почему-то думал, что это типа только по выбору, потому что фанфик — это именно личное, вольное суждение о уже имеющемся произведении. Ну, то есть вот ты настолько любишь, но и тебе хочется... А вот если бы они еще и вот, например, были во времена вот там Средневековья, и она была... он был принцессой... А Гарри Поттер был бы принцессой, а Дракомалфой... Да-да-да. Нищим. Нищим, и они бы влюбились. Они были бы как Алладин и Жасмин. Хотя, знаешь, тоже странная была история с Алладином и Жасмином. Ну, да, и 13. И 13? Да. А ему 9. А ему 24. Не, ну ему, да, 36. Не, по носу и по прическе видно, что ему лет 24-6, наверное, где-то так. Не, так Жасмин там-то тоже взрослый сильно сделает, но вроде та история, которая была в оригинале, она про типа были вопросы, не сходя из современной этики. Точно так же, как с Ромео Джилет, но этим было 13-15. Они хотя бы одногодки были примерно. Ну, чуть-чуть, да. Я больше в мотивации сильно сомневался, знаешь. Ну, меня с детства не привлекали, во-первых, никогда истории про, ну, вот, принцесса, и она влюбилась. Я всегда думал, ну, так как я рос в бедной семье, я всегда думал, да никогда, нет. Что это за принцесса, которая типа влюбилась? Когда она успела устать от классной жизни? Да нет, это часть подросткового бунта. Она живет в окружении аристократов, фельмош, старственных особ, и поэтому она такая, ну, всем плохо сделаю, поебусь с ним, найду вора себе. Аладдин же это вор, по сути, это уличный вор на улицах Аграбе. Это для нее просто реализация вот этой подростковой ситуации. Да, по сути, знаешь, как меня ужасали вот эти истории, ты явно тоже должен был бы слушать, ну, там, в свои школьные или там институтские времена, про девчонок, там, подростков, там, 15-16 лет, которые начинают общаться с зэками, да. Для меня это был тогда, для меня это был трэш. Во-первых, я не мог понять, как они соприкасаются, где в ICQ, где они соприкасаются, ну, как они с ними общаются. И я в какой-то момент представлял, что не может же она прийти в тюрьму, знаешь, ну, мое, да, мое вот это классическое фильмовое изображение для тебя тюрьмы, что там вот это обязательно, да, стекло и трубка, но при этом она пришла и так посмотрела, вот этот, и все, и начинает с ним общаться. Ну, типа, но это же вот похожее что-то, что, типа, по факту, Жасмина и Аладдин это вот зэк и вот эта наивная девчонка, которая хочет что-то там доказать во дворце. Ну, такая перспектива взгляда на Аладдин, не очень Диснея, наверное, заходит. То есть нет танцующих слонов. У меня как-то брат сказал, он с моим старшим братом, как-то сказал, типа, ну, вот это все прикольно, но он говорит, вот Аладдин же, Аладдин же говорит, все это время босоноги ходит. Она вообще его ноги видела. И я почему-то так резко это себе представил, ну, потому что я видел плохие ноги. Ты видел когда-нибудь плохие ноги? У меня есть парочка. Ну, вот эти, знаешь, ноги, рабочие ноги. А, нет, конечно, да, да. Типа, которые работают там вот на колхозе. И вот эти ноги, они прям отличаются. И прикинь, он в этой агробе, вечно босоногий. Что там за ноги, ты представляешь? 24 года побегов по рынкам, по сваям, по крышам домов. Типа, у меня, у меня наоборот, типа, во-первых, там он в целом бедняк, он в целом, мало у него плюсов перед ней, кроме вот своей вот этой романтичной бедности и обезьянки, которая на себя тоже неплохо так брала. Но кроме этого, он только там минусы. То есть он бедняк, он вор. И плюс вот эти ноги. У меня даже, когда женщина красивая, но у нее что-то не так с ногами, я вообще не могу это игнорировать. У меня был момент, когда я один раз проснулся, увидел ноги и накрыл их отдельным пледом. Блин, если бы ты проснулся и увидел ноги, но не увидел бы женщины с ними, вот что было бы страшно, я считаю. Потому что настоящая любовь, как и у Жасмин, так и должна быть у всех, не только 13-летних девочек. Она ноги, как и вообще все, как телесные, отбрасывает. И сразу к сущности мчится, любить вот нутро человека, душу его. Сцена, которая у тебя была, была в каком-то фильме с Эдди Мерфи, представляешь? Серьезно? Он искал идеальную женщину, типа, и с одной переспал какой-то идеальный, но потом проснулся и увидел, что у него мизинчик, странный мизинчик. И он такой, эх, странный, блин, но мизинчики могут быть странными. И при этом он искал идеальную женщину, что такой правильный посыл среди исключительно темнокожих. То есть, а не было того, что вот он пошел-пошел по черну, а потом нашел, ой, блондинку из 80-х, вот эту крашенную с завитками, и все, с ней остался. Нет, там какая-то сильная черная женщина сама его кинула. Так, Самурай Чемплу – это работа Шеничиро Патанабе, которая нам с тобой обоим нравится. Я тебе сейчас все напомню. Ну, понравится, наверное, если я когда-нибудь увижу. Пожалуйста. Которая нам с тобой обоим нравится, и которая нравится еще огромному количеству людей. И мне хочется очень, правда, я чуть-чуть готовился, чуть-чуть, просто пытаясь. Я ничего, я не посмотрел его целиком, если что, заново, потому что у меня действительно не было на это ресурса. Потому что мы комики, если что, мы шутками накидаем в отсутствие знаний или аргументов. Но я точно хочу сразу спросить, может, это не совсем по структуре будет корректно, по структуре беседы, но я хочу прям сразу спросить, с чем ты остался после того, как ты закончил просмотр? Я хочу именно пока что вот это первое впечатление без анализа, когда ты вот закончился, закончилась последняя серия, и с чем ты остался? Ну, во-первых, что это самураи-рэперы, естественно, у меня осталось. Для меня и то, и другое, это вот эта ваша молодежь, поэтому рэперы-самураи, это какие пластинки в средневековой Японии. Ну, а второе, это что Сара, по идее, могла их обоих выебыть. Слепая. То есть, когда я смотрел, учитывая даже финального босса... Который был очень крут. Который был безумно крут. И он, это же, ты знал, что это отсылка на как будто бы реально существующего персонажа. У Саши вот этого легендарного? Вот этот воин, да. То есть, он типа, то ли, я уже не помню, то ли он взят, прототип прям реально существующего какого-то тех времен, около тех времен, то есть, там же у него 1780-й, вот, 18-й, 17-й, 18-й век, по идее, по вот... А, да-да-да. По сюжету, типа. Я для себя как наметил, что это 1647-й, а так я решил на этом и остаться. Вообще не спорю. Ну, это... Это очень же... Это очень же примерно все, потому что он Ватанабе же делал реально... То есть, вроде как это историческое, и там типа ничего фантастического, то есть мечи, люди, которые умирают, все как есть. Но при этом это немножко все равно выдуманная вселенная, где не до конца, типа, понятно. Не, конечно, и вот эти всякие... Ну, то есть, я не уверен, что в то время была вот эта капиталистская забава, конкурс, кто больше съест. Что там, рис с угром, по-моему, был. Хот-догов, прикинь. Но все остальное очень выверено. Именно то дерево, те диалекты, вот те склоны гор, но хот-доги. Да, но, короче, главный... Они несколько раз отсылаются к Миямотому, Саша, или как ты так его зовут? Короче, какой-то супер коронованный чувак, супер там сверхмечник, который потом... Сделаем сноски. Правда? Ты будешь запариваться? Конечно. Скорее всего, не будет сносок, ребята. Не будет, но сейчас сделаем. Амбиции вообще через край льются пока, ничего не будет. Мы закончим вот так вот, ремень с ним, и все, сидеть будем. И, типа, этот чувак, к нему есть отсылка даже вот в самом мультике, насколько я помню. То есть там, а может, с Мусашей попиздиться? Так он умер уже давно. Этот чувак, более того, его воскресили в манге Баки. Не смотрел, не знаешь, не слышал? Смотрел, не знаю, Баки. Боис Баки. Да, то есть он у них прям там вот супер какой-то весь из себя. В Баке, ну, прикольно, что он тоже... Ну, в Баке все невероятно сильные. Они такие, они, ну, просто они преодолели, они достигли силы в уме и в теле. И он там, короче, он там, когда дерется, у противника всегда ощущение, что он бьет мячом. Хотя он не бьет мячом, но просто его, он накачал себе воображение мяча в спортзале в каком-то. Мне кажется, короче, я, как и уже, ну, очень сложно сейчас же не знать про что-то. Ну, можно знать точнее про что-то, не смотрев полностью это аниме. Но я знаю, типа, и подоплёку, и то, как это выглядит. Много всяких там кусков видел. Есть ощущение, что Боец Баки, я его начинал даже смотреть, но просто я так устал от Сёнэнов, так сильно. Последний Сёнэн, который я вот одолел, именно такой, такой полноценный, это Hunter x Hunter. Я после этого решил, что, ну, очень долго не хочу смотреть вот этих боёв, вот этих, я стану сильнее. И есть ощущение, что Боец Баки классный представитель вот этих драчек, но мне кажется, что вот он как раз, ему как будто вот чуть-чуть чего-то не хватило, чтобы не перескочить на сторону Джо-Джо. Именно вот в этой, в этой смешной, вот этой абсурдной, абсурдном уровне вот этого все накачаны. Там же все накачаны, там же нету ни одного, даже те, кто апгрейднулись, они до этого тоже были накачаны. Нет, там есть сильный, ненакачанный персонаж, но это 140-летний дед. Ну, и у него явно там какая-то имба всё равно. Ну, типа, 100 лет назад он был очень накачан. Ну, сейчас ему просто 140. Он чуть менее накачан. Тяжело сохранить мышечную массу после 100. Да, это же тоже ещё один любимый приём у авторов, где типа, знаешь, ты полонимый видишь вот этого, знаешь, заслуженный дед, вот этот, он давно был там министром нашей деревни. И потом в момент там боя, когда прям нужна помощь, когда он, знаешь, такой, эээ, дед, и он скидывает эту свою мантию и там, просто, я давно я не разминался. Так это же, ну, вот этот момент замечательный Аватар был. Я знаю, что он, наверное, формально не относится к ним, потому что он снят, кем, француз, американцами, Николадёном. Но вот там из города Земли, правда, плохо помню, там тоже такой хитрый дед, который потом всю, ну, весь мульти, короче, он развлекается. Там был крутой момент, да, это дядя, это дядя Зуко, огненного, огненного парня. Нет, дядя Зуко, он просто суперпиздатый, а там был ещё дедок в каком-то городе Земли, который типа, эээ, ой, я ничего не могу, а потом скидывает, и он реально вот типа как Арнольд Шварценеггер, только ещё более утрирован, Ори Лефин и прочее. А дядя Зуко просто, мой респект дяди Зуко вообще сильный. Дядя Зуко крутой, потому что он поддерживал же весь сериал, он поддерживал своего неоднозначного племянника, который, ну, который делал херню моментами. Оставался всё равно, пытался оставаться типа и мудрым дядей, и там огонь свой, вот это братство огня поддерживать, как бы. И при этом он, ну, пухленький дядька. Чаёк, очень чаёк любят. Чаёк, вот это всё. И вот этот момент же очень сильно мемный, где он в тюряге накачивается сильно и там ушатывает охранников. Я помню, что он и без того пизды раздаёт всем, отлично, потому что, ну, то есть, аниме же как, седина вообще не значит. Бойся старого человека в профессии, где умирают молодыми, вот типа того. Я думал, у тебя есть в списках крутых фраз. Нет. Всё, растекаясь мыслью по древу, баки, смотришь, ну, понятно, что это будет просто люди сильно пиздятся. Ну, это нельзя воспринимать серьёзно. Там одному руку отрубили, и он такой, наконец-то. Знаешь, что было самое слабое в моём ударе? Этот кулак, который ты отрубил. Костью я буду бить сильнее. То есть, вот такого типа. А Чемплу, ну, когда ты начинаешь его смотреть, думаешь, нет, ну, тут явно художественная ценность присутствует, некая имеется. Одно из вещей, которые меня сразу зацепили в Самураи Чемплу, это, ну... В Самураи? Нет, кстати. Или Чемплу тебя больше зацепил. Мне очень Чемплу понравился. Мне всё ещё, ну, Джабес больше всего нравится в этом сериале. Во-первых, я его посмотрел внахлёст, как будто бы сразу после ознакомления с работами другими Ватанабе. Как, например? Как, например, Ковбой Ви Боб. Отдельный выпуск. Отдельный выпуск. В общем, у меня сразу бывает вот это, знаешь, наити, когда я включаю любое новое аниме, если это, естественно, если это не суперфантастика, то есть если это вот что-то в радиусе самураи, ниндзи, убийства, драки и всё такое, вот это наити того, когда я чувствую и понимаю, что персонаж действительно сейчас, ему действительно угрожает опасность. Он действительно мог бы умереть в этой серии. Потому что есть ведь куча примеров, где, ну, ты смотришь, и ты будешь его дальше смотреть, но вот смотря Наруто, я настолько убеждён и настолько не верю ни разу, даже когда, что он в теории может как бы хотя бы, ну, на день умереть, типа на три дня хотя бы, знаешь, чтобы потом его как-то воскресили. То есть мне нынешнему не хватает вот этого ощущения, да, реальной угрозы, потому что это, наверное, как-то сценарно надо контролировать, чтобы, знаешь, ну, потому что это дело ведь не в рисовке, то есть много где классная рисовка и кровяка, и всё это круто показывает, но всё равно, и ты такой, ну, нет, он не умрёт. Но вот в этом аниме мне сразу почему-то почувствовалось, что вот эти все порезы и эти битвы, они действительно опасны, и то есть они ведь действительно получали урон. То есть там не было такого, что вот там же всё-таки в какой-то момент сюжет, какой приём там используют, там дают вот эту основную цель, очень эфемерную, чтобы мы её приняли, типа да, они ищут этого мужика, и мы резко от этого отвлекаемся, что это же какая-то такая дальняя цель, вот они идут, и потом нам дают вот этот сеттинг, где типа каждая серия это какой-то маленькая делька, знаешь, условно, как Чип и Дэйл, где у них вот, они в целом куда-то придут, наверное, в конце. А прикинь, Чип и Дэйл тоже искали, самурая, подсохнусь его, просто настолько растянутый это по всем сезонам, что непонятно было. Но в конце там драма, там гаечка на колене падает, да, рукфор предателем оказывается, который зарубает кого-то. А кто, по-твоему, ну там тоже, кстати, понятно, что Дэйл это Мугин, а Дзинь это Чип. Ты знаешь, кто Чип и Дэйл? Кто Чип, а кто Дэйл, ты знаешь? Подожди, подожди, сейчас. Дэйл это который дурачок, да, Дэйл это дурачок. А Чип в Кожанке? Чип в Кожанке, да, Чип-Авиатор. Вот. А Фу получается гаечка. Гаечка, конечно. Ее ручная белка это в Жиг. Да-да-да. А Рокфор это, видимо... Рокфор тоже персонаж, в принципе, и занимает. Ты знаешь, это дедок, но тоже дедка, который мудрый, который в течение путешествия такими неоднозначными советами, но дает жизненные уроки молодым ребятам, которые, скорее всего, либо трагично погибают где-нибудь по середине сезона, либо там меняют сторону и прочее. У него еще есть всегда вот этот прикол какой-то. У дедов же всегда есть вот этот прикол, знаешь, типа, вот у него типа сыр, у дяди Зука чай. Да, чай, неоднозначные такие симпатии к еде или к играм, какие-то шоуги вот эти игры. Слушай, я смотрел Чип и Дейл больше, чем 20 лет назад, наверное. И, честно говоря, для меня было, что типа Чип и Дейл пришли типа с одной какой-то вечеринке, ну, в эту команду дружную, а Гаечка и Рокфор с другой. Не связано никак, это не то, что там племянница Рокфора, нет? Это хорошая теория. У меня есть некоторая слабость, свойственная всем неудачникам в личной жизни. Я испытываю сразу же некоторую симпатию ко всем плоским анимешным девочкам. То есть, когда дадут мне как-то одномерного женского персонажа в аниме, особенно если рыжего, господи, то я все, я сразу хочу тебя еще увидеть. А у Фу, есть особенность анимации, у нее нижние веки накрашены, как бы. У нее подведенные нижние веки. Вот что выделяет ее, потому что, если что, в 90-е годы в аниме у всех женщин было лицо, как у Джина, у Дзина. Помнишь? Вот это понурое, вытянутое. Окологотическое, как будто бы, аниме. А тут появилась, типа, вот такая няшка, это же прям няшка. Да-да-да. Она, причем, на удивление, то есть, она, мне кажется, это опять-таки из-за чуть оторванности главного создателя от общей аниме типа стилистики и общего в целом аниме мира. То есть, очень, вот я сейчас не могу вспомнить, очень редко в таких вот, ну, классических каких-то работах женский персонаж не был суперсексуализированным. Ну, знаешь, вот этим, вот этой, то есть, как мы привыкли там в Бличе, в Нару. Ну, вообще, во всех аниме всегда есть вот эта, типа, одна из основных героинь, она всегда, типа, высокая, с грудью, и прям, ну, ты такой, господи. Гурен Лаган, там, с первых серий девчонка, попадающая к двум пацанам, она, по-моему, по-моему, и одно из первых появлений, она просто падает своими большими мягкими грудями на лице главных героев. И такая, ой, привет, мальчики, они же еще такие веселые все. Да-да-да, обожаю, когда иногда, то есть, где вот эта грань у японцев, что, ну, ты мог заметить, что это чисто, они же внедряют супер много своих культурных особенностей, то есть, во всех аниме, особенно вот во всяких гаремниках, вот это все, где, ну, и основной сюжет это там влюбление и невлюбление персонажей друг друга, где вот это, типа, они просто руками вот так соприкоснулись и сразу, я пойду, наверное, то есть, для них вот это держаться за руки, это супер какой-то очень интимный момент, и при этом они спокойно суют вот эти штуки из серии, когда, ну, когда, допустим, взрослый женский персонаж по типу, там, Цунады, наклоняются объяснить что-то ребенку, или видно до кольца. Или просто, типа, а-а-а, иди сюда, и просто, типа, знаешь, триоты в абсурдийске, и у них просто вот эти, типа, я такой, значит, и вот это, вот это, и вот это, вот это, типа, ну, странно. Ну, а тут, ну, как Миядзаки делают, вообще гибли, если бывает вот, что-то такое происходит, дзыньк маленький, то показывают здорово, как мурашки снизу вверх, вот так вот потеряют. Да-да-да-да, как вот эти мелкие черные, эти угольки, я не помню, как их называют. Черные чернушки? Нет, не правильно, а когда все тело, как бы, оно вот так вот... Да, я понял, я просто имею в виду, как будто бы сейчас от тебя как будто бы выпадут вот эти штучки. Да, очень прикольно. А тут это уже... Нет, там и кап... Вот что капля означает? Капля еще и Сейлор Мун, по-моему, помню. Сейлор Мун вообще застал на краю сознания. Словкость, по-моему, какую-то, типа, досаду какую-то. А не было так... А, нет, когда, например, фото видят, что случайно старшеклассница так наклонилась, у них короткие юбки, ну, типа, засветила жопой перед кем, перед главным героем, у него вместо глаз просто штриховка вот эта, и тут какой-то... Да-да-да-да, либо вот эти круглые штуки, либо... А, завид... Нет, это, по-моему, от, типа, боли или, ну, от казуса, от кринжа. От кринжов. Про самураи Чамплу конкретно говорить, наверное, не так уж и много. Что это такое? Это аниме про самураев, сделанное в таком, ну, немного акварельном стиле, потому что есть мясное аниме про самураев, это манускрипт ниндзя, если... Помнишь, где... Действительно, естественно. Где все темно, мрачно, очень кровавое. Я, когда пересматривал, я его смотрел, типа, полтора раза. Один раз давно, а второй раз чуть-чуть позже пересматривал какие-то моменты и думал, что, ну, будут оторваны конечности и прочее, и прочее. А крови там почти нет, на самом деле. То есть он нежный довольно, спасается. Зато там есть очень много публичных домов. О, помню эту, да, помню эту его серию. Была, где Фу отправили, была, где Дзин влюбился в одну из этих... Кого? А? Кого? Кого он любился? В одну из этих кого, Николай? Ну, запертых в публичном доме женщин. Не, а я не собирался с шлюхой или проституткой говорить, честное слово. Извини. Там же они никто, никто и не шлюхи, и не проститутки, тем более. Они все просто... Ну, у них мужья проигрались, и вот они отрабатывают. Как-то так, снова, мужчины корень всех проблем. Ну, то есть ты имеешь в виду... Ну, я себя правильно понял, что Самурай Чемплу — это тот аниме, которое типа... Ну, изначально ты понимаешь, что оно хорошее, и как будто бы... И оно не настолько длинное. То есть если другое какое-то хорошее аниме, которое там One Piece, миллиард серий, и о нем априори можно говорить долго, потому что там как минимум много сюжета, много пищи для того, чтобы обсудить. Но все равно, я думаю, есть парочку... Кстати, его Часамурай Чемплу не показывали в Японии после 12 часов. То есть его не показывали в прайм-тайм, потому что японцы считали его слишком графичным. Именно так, цитата, слишком графическим. Графичным, графическим. То есть он, как я понял, он слишком мультик, чтобы... Считали его слишком график, английском график. График означает откровенный в плане жесткости. Не-не-не, я это читал на русском, если что. Там было написано, его считали слишком графичным. Ну, может, слушай, может, перевернуть... Может, перевозу разки. Может, они его слишком жестоким считали, да. Хотя... У них же был кулак северной звезды. Что они могут еще жестоким считать? Вообще, да. У них... Блин, у них был... Я какой-то мультик видел, где реально... Где, по-моему, копьями женщин носил. Это детей убивают выстрелами в голову. Это не мультик. Это... Это вот из штора дёрнута, правда, жизни оказалось. Не, ну, про демонмен или как-то... Девилмен. Нет, девилмен. Это одна из старом детства. Еще оригинальный тоже. Что-то залетаю к другу домой. Он такой, хочешь посмотреть что-то? Я такой, что-то, наверное, хочу. И потом, когда выдирают полносторогой, сажают в эту половину какую-то женщину, я такой, что? Знаешь, когда... Ну, ребенок... У меня была кассета с мультиками про динозавриков каких-то, на которых, пока время осталось, записали какое-то аниме, которое... Ну, оно третье сортное. То есть, бюджетов не было. Переведено тоже так себе. Ну, а там чуть-чуть, типа, чуть-чуть сиську показали. Это одноголосый, одноголосый перевод. Да, да, да. Чела, который еще чуть-чуть шепелявит и расставляет вот эти своих, типа... Пожалуйста, ты можешь помочь мне? Я очень хочу этого. Нет, даже не про это. Это еще хуже, чем это. Это очень сильно задержанный, одноголосый перевод. То есть, я вспомнил название мультика «Человек-линза». Нашел еле-еле на Рутрекере, попытался. Мне нравится, что ты нашел его еле-еле. Именно его еле-еле. Большая работа была проделана. Да, но я нашел его на Рутрекере, значит, и легально я его тоже смог найти, поэтому я его легально купил, а не скачивал. Мужчина. Это по-мужски. Ну, короче, у меня друг отдал мне этот мультик, я просто не смог его смотреть. Он невыносимо плохо видно все и слышно тоже плохо. Даже если там есть сюжет, а там что-то в стиле космической длиннобойщики, это просто ужасно. И вот в детстве аниме, которое мне доставалось, серия «Девилмена», вот «Человек-линза», еще мультик с тентаклем и сиськой, я скорее как легкие психологические травмы воспринимал. Не как культуру чего-то, а просто «А, там кровь и обнажение, а мне 7 лет». Ладно. Поэтому это вопрос о том, что не факт, что японцы могут хоть что-то считать слишком. Да-да-да. Японцы придумали, вы сами все знаете, что придумали японцы. И ты как будто бы все еще не ответил на вопрос, вот что я понял. То есть я тебя спросил, с чем ты остался. Как будто бы в контексте ты уже как будто бы сказал, что оно тебе понравилось, оно хорошее. А что для тебя его делает хорошим? То, что оно не напряжное, оно достаточно. Оно не серьезное и не комичное. То есть персонажи, ну они же антагонистические, смешные. Как его зовут? Кто твой фаворит? Ну естественно, все девчонки, ну хотя нет, девчонки могут и Мугена назвать Дзина. Безусловно. Но я думаю, что там больше все-таки по Дзинью угорают. Если с точки зрения красоты. Муген же бродяга, он понимаешь, он оторвая тоже. Он такой, он так одет. Заводной апельсин. Заводной. Но он прям, он и выпить не дурак. Тот такой дисциплинированный. Ну он типа парень, первый парень на деревне как будто бы по характеристикам. То есть он такой и в кулачный бой, и на дискотеке, и типа по-мужски. И в отличии от Дзина, он типа, Дзина чувак, который учился махать мечом. Этот сам научился махать мечом более-менее. Тот же отмечает, как синий-красный, я их буду называть. Синий же говорит, что типа красный, у тебя вообще нет техники. Но не понимаю, ты ужасный соперник. Как у тебя столько недостатков, а я тебя до сих пор победить не могу. Замес в том, что они же встречаются в кафешке, где работает девочка. Да. Фу. Я точно запутаюсь с Дзином и Мугеном, поэтому синий и красный встречаются. С девочкой. Да. С друг с другом в чайной, где работает девочка. И начинают, неважно как, поединок, который не могут закончить, потому что девочка такая. Эй, вы мне сейчас бесплатно на протяжении 25 серий поможете найти человечка. Пахнущего подсолнухами. Пахнущего подсолнухами. Название подкаста. Да, да, да. И они такие, да, ну мы отложим, наверное. И начинается это road movie. Дорога куда? Знаешь, что мне нравится? Знаешь, что мне нравится? Вот как раз ты очень классно, и возможно это мы и оставим для начала. Ты очень классно просто все подвел, именно само начало, всю завязку. То есть встречаются два воина в месте, где работает одна главная героиня. У них происходит диалог. И в итоге они решают вот так вот опуститься в road movie, где в конце они должны там прийти к цели. Условно вот так все. И мне нравится вот этот прием. Вот что я не так говорю. Вот этот прием того, что нас отвлекли. То есть нам дали вот этот вот необходимый для зрителя. То есть а для чего это все? Куда это все вообще? И там вот мы ищем какого-то человека. Но находят они самих себя. Да, да, да. Свои предыстории. Вот это то, что они расходятся. Это супер круто. И мне понравилось, что... Не знаю, как там для зрителей, других людей, но я не воспринимал вот эту историю, как типа приключения трех друзей. Мне вот это нравилось в этой истории, что это не типичное для аниме. То есть для меня первый фактор, почему Самурай Чемплу крутой, это, во-первых, естественно, по тому же, почему и в Ковбой Вибо, потому что это оригинальная работа. Потому что это не по манге. И не то, что это типа обязательно, если не по манге, это круто. Но когда работа оригинальная, то есть возможность, у тебя есть возможность сделать там финал тогда, когда нужно. Такой, какой нужен, а не такой... Умберсерк. Да, а не такой, какой ты ждешь, пока челы напишут в манге, а тебе приходится пичкать херову тучу филеров и ждать, пока что-то там они придумают. Ванпис. То есть, да, то есть, и мне понравилось, что это не история типичная, где вот они дрались, вот появилась девчонка, один из них в нее влюбился или не влюбился, и они... В нее никто не влюбился. Да, и не то, что к ней в первые серии даже особо не прониклись. В целом, первые серии при определенных обстоятельствах Муген и даже Дзинь, они могли бросить ее в целом. То есть, и их двоих тоже не связывает дружба, они же не друзья никакие. И мне нравится, что при этом ты смотришь их вместе, весь сериал и все, что их связывает, для меня, это вот эта какая-то воинская честь, вот эта воинская этика, где... Нам же, ну, это же круто показали вот как раз в этой битве, где они обмениваются колкостями, где он его там троллит за его технику, тот ему говорит, типа, да я вообще тебя там разнесу, не почувствую, ты какой-то лощеный самураишка, Ронин, который без хозяина теперь бегает. И в этом во всем, они жево понимают, что типа, блин, они вот, ну, он крутой воин, и ты крутой воин. И чисто вот на этом интересе, как, знаешь, как два супер, это если вот аналогию со спортом, два супер врага в спорте, там, два футболиста из двух разных клубов, которые вот, ну, все равно, и зритель такой, типа, ну, блин, как они уважают друг друга все равно. Вот они враги-враги, но как они, и как будто бы вот в Самураи Чэмплу они взяли какую-то такую историю за основу, и они в итоге идут в это приключение, там срутся постоянно, но все равно вот этот интерес остается, ну, а кто же все-таки кого сильнее из нас? То есть мне нравится, что он, что это взросло, что это не скатывается в типа, Муген же до конца, типа, вот, ну, ведет себя так, будто бы, ну, он настолько одиночка-одиночка, ему настолько, хотя при этом он там начинает чему-то учиться. Я помню, что там властей, где он учится фразам или буквам каким-то, и он не может семь букв выучить букв или цифр, я уже не помню. Вот, то есть какие-то милые штуки с ними, то есть происходят все равно так или иначе, потому что, мне кажется, когда люди путешествуют вместе, в моменте, когда начинается вопрос еды, всегда что-то милое может случиться, типа, знаешь, когда кушать и развлекаться, и спать. Понс, что у вас с едой все-таки, почему, сколько аниме я не посмотрю, кроме, ну, реально серьезных уже аниме, у вас постоянно жрать нечего, начало серии это три вот этих голодных ебалок, куда-то едут, такие, ой, у нас вообще нет денег, ну, сколько, я их пересмотрел, наверное, в половине у них постоянно нет еды, но потом они заморачиваются, как-то появляется еда, и когда еда появляется, это постоянно роскошная еда, которую они жрут, как не в себя. Что это за завязка для сюжета, что у вас нет денег на еду? Еще так нелепо, если ты замечал в некоторых аниме, где вот, значит, все, вся завязка с того, что, типа, одни бедолаги и другие бедолаги, они хотят поесть, и при этом вокруг куча каких-то деревьев, куча всякой, ну, то есть, в целом, можно, можно даже просто собрать, там, не знаю, поесть яблоки, я не знаю, там, куча всего, и при этом они решают огромные вопросы, типа, знаешь, масштабов, типа, вот, спасения страны, но при этом у них ноль денег, и они не могут намутить себе, ну, приличный обед. У них, я не знаю, что у них же постоянно рвется одежда, они как-то ее чинят нитками последние. Честно, я скажу, у меня есть маленький темный секрет, но одно из самых наиболее понравившихся мне аниме, это, ну, вообще, я не знаю, как так вышло, что я на него вообще набрел, но это аниме, по сути, про супер, про поваров с суперсилами, Торика называется, у него 162 серии, и я еле-еле вообще нашел их, их нигде не найти, я в итоге ВКонтакте, в какой-то группе только смог их видеть, в единственном экземпляре, то есть, у одного человека, вот, кто-то выложил какой-то добрый герой, и там довели эту идею с едой вообще, ну, потому что есть повара, которые готовят ингредиенты, а есть люди, которые добывают ингредиенты, и, а ингредиент, например, находится в теле медведя с крыльями огромного, но вот его надо убить, чтобы его мясо как-то сварить, и один человек очень пиздато убивает, второй человек очень пиздато варит, и замес в том, что чем больше ты пробуешь еды, тем, ну, тем сильнее, продуманнее и волшебнее ты становишься, и там тоже есть система, вот каждый раз, когда появляется система уровней, когда они просто иллюстрируют тебя, то есть, вот наш топ-говно-сериал Seven Deadly Sins, реально плохой, по мне, но там во втором сезоне одному из персонажей, чтобы поинтереснее было, дают возможность видеть уровни, и теперь мы его глазами видим уровни, и так, о, боже мой, у него уровень 143 тысячи, у этого 156, ох, огребет 143 тысячи, что за штука с уровней? Да, 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 это тоже одно из таких вредных, мне кажется, на данный момент привычек, хотя в современных тайтлах начали уже, типа, иронично обыгрывать этот момент, то есть, есть какое-то аниме, я так и не решился его смотреть, рискую ошибаться в названии но то но это либо бог старшей школы либо либо тоже что-то со школой там типа буа будни какого-то короля будни чё-то чё-то короля то есть вот что-то из этих двух там тоже что-то история про уровне но там она как вот больше вы смею высмеивается то есть там главный персонаж как я понял протагонист он типа не шайший абсолютно инертный и у него сон слабак но при этом именно в нем якобы жизнится вот это самая мощная главная сила но никто он но никто за это как я понял не шарит и до него доебываются буквально все самые его даже шакалы и это как-то там обыгрывается смешно то есть на это делается такой тип гиперболизированный упор на все эти проценты и вот это все но мне я же говорю я мне такое перестало нравиться ночи а я вот смотрел самурай чемплой думал новые уровни покажите левелапы покажите да надо надо было чтобы в моменте был левелап у героев чтобы у мугина там там не знаю броня какая-то появилась или ну чтобы он из земли мог доставать что-то какие-то доспехи да вот этого не хватает но теперь же призывал как он уже это более классический самурам бы призывал там какого-то духа объединялся с ним типа мидомару дух бесплотные единения даст на фу была бы а фу была бы более сексуализирована типа ее ее суперспособность это типа немного более откровенный наряд с огромными с огромной грудью ну и конечно веер безусловно в то что делает женщину женщиной в аниме это веер чтобы нанести вот такой веерный удар и посмотреть из-под веера да вот это все где ишимара васаби сейчас я расизм включил специально да 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 тойота супра где это вообще макароны супер чизи где это в твоем мультике пицца маргарита итальянская как ты как-то умудрился реально не знать имя нет нет это гения как ты умудрился не за шарить за саундтрек самурай чем пулу это одно из наверное там трех основных столбов на чем держится его крутость для меня и для многих людей и вообще никогда по саундтрекам не когда где-то в комментариях какому-то ролик и например считаю что это грандиозный саундтрек который позволит ну типа очень сильно и они про то что ты не узнавал и не копалось такое я говорю про сам момент просмотра я но нет я их не замечают ну вот знаешь замечаю только если это откровенно если это повторяется из раза в раз из раза в раз очень много а так саундтрек ну типа если он хороший его не замечаю потому что я инвестировал сюжет и просто смотрю все вместе сразу если он плохой его не замечаю потому что у меня фильтрация сознания работает на то что типа так нам это не надо ну короче она ведь преодолел в своем в целом аниме как жанр она видоизменялась из чего-то ты тоже молодой не вспомнишь но крутили мультик который я уже вот бы я знал его чтобы его обыграть да пожалуй я я хочу чтобы ты меня было потому что плохо помню дело в том что нас советском союзе или в молодой россии показывали аниме мультик годов из семидесятых он заключался в том что люди пили вы узнаете скорее всего если вы фанат люди пили газировку и то ли исчезали то ли умирали то ли превращались огромных крабов на огромные крабы точно были и был корабль призрак с капитана призраком который на самом деле был не призрак а очень технологически дэвид джонс дэвид джонс был как раз мифологическим сустава тут был робот и но и в середине сюжета естественно мальчик который с этим как-то связано дело в том что я помню как я ребенок лет шести который смотрит это с мамой но там вот извини все долго очень во всем говорили я прям воодушевился что это за история просто это так на них похоже где и корабль и крабы и чё-то с газировкой то есть что-то экзистенциально эфемерное типа если вы ее выбиваете вы исчезаете как лично нет нищенко ну прям натурально исчезают да я даже я единственный запрос вобью в google это аниме в ссср и он даст ответ не скорее ну а если нет то я забью на это какие тебе сейчас выкиньте такой аниме в ссср и тебе аниме в ссср маленький городок в таджикистане аниме в ссср население аниме в ссср 13 204 человека вот это вот буквально это его обложка о господи это как будто бы просто невероятная солянка из шести отдельных мультиков там это франкенштейн справа огромный робот корабль призрак да всего накидали их молодые были на страбой летающий корабль призрак 40 тубу юрей сэн все это вырую его примеры в японии стоял с 5 мая 69 примера в россии в ссср состоялась 10 октября 1969 года 60 фильм был в прокате а чё люди же гонят на советский союз что не было ничего в советском союзе нахуй аниме было причем не самое простое при хрущеве бых блин прикинь секса поэтому не было да все сидели залипать или залипали на блин как это назвалось летающий корабль придающий корабль призрак охренеть там крабы там все там знаешь вот этот вот эту пресловутую стереотипную херню из вот российского фольклора где наш когда даже в комедийных так сказать этюдах обыгрывается дескать пьяный муж домогается до жены отстань но люба давай вот это я думаю в ссср было краски давай посмотрим ты что ну посмотри мы уже четыре серии паса там арка новая началась опенинг ты смотрела опенинг эх миша вот бы тебя вместо это лучше хуй стоял да какой стоял тут вся кровь в мозг должна быть потому что пролетарий он лежит мол а прикинь какой там дубляж невероятный советский и да и вроде бы там дубляж советскими вот этими голосами вот этими не у нас голоса может и при даже но они не те вообще когда даже не могу при этот примерно сопоставить одно из вещей которые меня зацепило это то что вот это нетипичная привязанность героев без вот этой дружеской типе однобокой подоплеки где они типа мы друзья или мы там с одного клана или мы просто вот очень хотим этой девочке помочь нет мы хотим выяснить кто сильнее это немного проскальзывает уважение друг другу как воинам да и в целом нам ни хер же дело это так я едли во мне это отзывается в более современном вот в нашем мире тем что я ну вот я бы наверное хотел я я наверное вот прямо сейчас в каком-то таком этапе своей жизни что в целом я бы хотел вот такой курс психотерапии знаешь это же в целом кустых то есть чему что она показывает чего научит то есть вот этот вот эта общая цель якобы посредством этой обозначенной цели вот такой каждый из них реализует свою какую-то линию свои свою цель то есть белый парень джинь синий-синий я просто хотел как ты вообще вне контекста ты какую-то историю от балды рассказываешь белый парень джинь тот пришел его куда куда какая-то вообще которых чистый звуков состоит девчонка такая принц джинь там она мне смешнее чем для людей самурайской какой-то там кота там клана лишился ведь какого-то там своего положения и стал отступником ронином девчон девочка которая тоже явно на каком-то таком этапе своей судьбы где она оказалась около никому не нужно его только одна у нее тоже есть вот эта цель которая ее как-то греет и самый яркий представитель того что ну персонажа которому реально вот это приз путешествие было необходимо это мугин потому что он как будто бы вот до встречи с ними вообще также не имел то есть он был уже в этом путешествии но не знал в какую сторону дальше теперь идти то есть вот в этом путешествии он дошел до того что он стал типа очень опасным бродягой меч не любви казанова очень опасный бродяга мечник мугин и концу они по факту там расходятся потому что каждый что-то ну добился чего-то апгрейднулся не в плане физики и там мехи но вот но ты понимаешь о чем я да ну то есть а вы мне короче мне мне вот я просто это сейчас вспоминаю и я бы наверное сейчас появись какая-то девочка и скажи мне типа слушай а поехали в крым найдем мужика пахнущего паспортным столом я такой с каким-нибудь челом который в целом крутой но он тебе не нравится и я такой да поехали поехали что сейчас потому что мы не за мужиком едем а за моей целью зажима за моим вот этим да за вот этим временем которое я хочу что-то для себя понять и еще одна вещь который этот это будет мое маленькое признание есть короче есть очень много аниме которое могло мне которое мне нравится но она мне нравится не по классическим причинам по которым она нравится которым его должно и и и она нравится основу массовому зрителю частности то есть чемплу нравится потому что она стилёвая это надо на это надо наверно надо проговорить все-таки что она неувероятно стилёвая что в компании сказать что он нравится сморая чемплу всегда но хорошая тема это говорит о вас к человеке да потому что потому что там до объективно крутой и шиничиру ватанабы крутые вот планы крутая рисовка невероятный крутой саунд и вот это синергия с хип-хопом и вот этой старой японии все это ну это не может не нравится но сюжетные именно истории меня цепляют очень часто вещи которые там даже в итоге нет вот я досматриваю аниме и понимаю что я проникся к нему из-за вещи в которой в ней вот даже не заложено то есть меня очень сильно например цепляют момент когда я начинаю хотеть и фантазировать романтическую связь двух персонажей которые в итоге нету и и этому дается знаешь они очень тонко иногда вот на этом ловят то есть какие-то мельком взгляды вот это вот типа знаешь когда закончилась битва какая-то знаешь сильная но им предстоит еще другая и у них этот мини перерыв между этими битвами знаешь когда они залатывают раны знаешь обмазывают обматываются бинтами условно и вот эти разговоры в ночи после тяжелых потерь знаешь умер там еще нет какие-то друзья их умерли и знаешь когда персонаж женский и там г.г. или там просто около главный герой они прям значит этот у них диалог ночью типа ладно ложись завтра нам долго идти ты наверное устала просто поухаживал просто как человек поухаживал и для меня вот это настолько сильно сразу типа утрирует то что есть на самом деле я такой это невероятно тонкая вот бы они были я превращаюсь вот эту вот эту девчонку рыбе шлангом и докатились как как вид что просто картинку нам показывают простого человеческого участия и взрослый мужик сидит в луже из розовых соплей уже вообще расставил так и киеве чудесно ну то есть я признаюсь что даже умеют это делать даже самураи чамблу где тебе с самого начала показывать что даму ген чихать хотел на эту фу и дзинь чихать хотел эту фу и как минимум как на женщину они на нее не смотрят но вот эти моменты когда они за ней ухаживают и всякая не дружба и я такой может один из них из них у нее может муген и она все-таки у них много общего и было бы очень прикольно финал что дзинь такой уходит куда-то а они остаются путешествовать вдвоем это же так прикольно они кстати никто из них с ней не остался путешествовать они все втроем прямо зашли нет не будет тебе этого счастья никто и под ну кого-то да давай скажи честно тебе есть еще и кого ты больше хочешь явно кого ты хочешь сшить вместе сфу да могена да естественно потому что они все-таки дзинь даже на фоне нее выбивался таким вот этим аристократным аристократом каким-то типа из из другого немножко обществу и и вообще в целом чувство и это все это вообще не для него а моген это такой любитель нормально понимаешь что по сути ты но это фанфик мы с тобой по-моему до выпуска и до выпуска или уже в выпуск до орехов да и вот отвечай на вопрос но когда ты проникаешься людьми как-то они мы еще умеют хорошо на на эмоции вода и не так давно шепот сердца на нафлексе посмотрели в один ставлю так на паузу пробелом и ару просто в экран ару потому что там так добра там так замечательно моей жизни и не было и наверное не будет там уточню на секунду шепот сердце это где она не мая и нет извини шепот сердца что-то где она за котом идет все 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 да да где вот этот мистический код появился крутой классный красивый и вот и мальчик и и он брал в библиотеке читать все книги чтобы она увидела его фамилию да 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 в этом да на кухне пошел курить и такой говно г говно я просто говорил грязные слова зависть смотрел твое имя да не очень же хорошо помню напомнишь тогда смотрел я я очень плакал ты прямо да я прям плакал ну ладно короче это это сентиментальное аниме мы говорим про самурия чем вы готовая чем по идее что не сентиментальность это но я но я я горю про то что даже даже в этом аниме я не я не оставил вот эту свою попытку к у меня в каждом аниме которое мне нравится абсолютно как и и и чем больше вот этого тем больше мне нравится аниме ну то есть есть одну есть объективные есть объективная симпатия допустим когда ты шаришь что ну допустим вот не знаю есть ван патчман и есть какой-то другой тоже хороший но ты шаришь что ван патчман круче по вот он там смешнее он экшон в нем круче и ну все в нем чуть-чуть покруче но при этом вот патчмене у тебя у меня вот есть но если в том аниме у меня есть вот это вот этот слот для союза двух сердец меня это увлекает больше чем юмор чем драчки меня увлек господи ну мне токийский гуль нравится и и там есть момент где он говорит они решают быть вместе и он ее спрашивает а как а какой типа как у гулей типа принято жениться ну типа как у гулей принято скреплять союз типа двух любящих гулей и она говорит что ну типа у нас за место вот этих традиций с кольцами у нас за место этого типа мы оставляем друг на друге отметины то есть они просто очень глубоко друг друга кусают вот куда-то в район типа шеи и плеча и и и там вот этот момент где он приспускает ей немного рубашку и они друг друга вот туда кусают мы по факту как будто вы целуют но кусают я даже сейчас такой его господи не боя на полном серьезе хотел сделать такую татуировку типа как якобы укуса мне абсолютно не стыдно я мне плевать и более того тебе не должно быть стыдно мне какая где-то половина слов которые ты говоришь просто пододвигают всех молодых привлекательных зрительниц вот их вот так вот их где-то не что-то в районе но вот бедер тянет ближе к экрану мне интересно твой если у тебя какая-то какая-то favorite пара ну вообще было ли у тебя такое что ты прикололся с именно какой-то любовной и романтической линии в каком-нибудь аниме либо может самураи чемпу тебе хотелось нет каждый раз когда я смотрю сентиментальные аниме будет а шепот сердца будет а я вижу съесть твою поджелудочную это аниме так называется полнометражное и романтическое я вот где-то выучил начале десятых годов что аниме инди-группа могут называться как угодно по-моему я побрился и привел домой старшеклассница по-моему какой-то не такой давний у меня там списке на будущее плюс мне еще очень занимается коли андреев когда все думают что ему плохо и он так это единственное что мне хорошо тело и это не всякие нежные анимешки было еще made in a beast мне сказали посмотреть на его и вывести не смог какое-то она дурное так я каждый раз когда вижу сентиментальное аниме я просто за ну радуюсь за них и горюю за себя потому что у меня это не чудесная история любви где мы вместе вот в этих колышащихся одеждах бежим по склону нашими худыми ногами не знаю в деревянных собой или какими собой это не таки но но в той обуви в которой они бегают это не зависит от времени они бегут и в 1600 году и в двухтысячном и в 2300 году они также бегут только там склон уже из металла вот поэтому я и чисто если таковы здорово вот вы молодцы живите настоящим нарисованные люди несуществующие персонажи живите сейчас то есть феверит какого-то у тебя нет но больше всего я орал наверно от в лес где живут светлячки не смотрел тут наверное она там 40 минут на что-то могила для светлячков не это могил у меня есть прикол что людям которые не знакомы с аниме ты большинство у меня не так много друзей не занимающихся стендапом даже скорее мало но каждому из них я поставил цель сказать что и и аниме это хорошая штука советую тебе могила светлячков это очень доброе семейное аниме поэтому возьми детей возьми жену и посмотрите вместе могила светлячков и стараюсь улыбку сдержать до момента пока они дойдут до конца могилы светлячков где умрет сестра нахуй главного героя вот ну потому что берсер кстати тоже можно советовать сказать что это военно-мистическое аниме и нет с целью приколоться чтобы они дойдут до этого кого 14 или 24 эпизод и мрачно залипнет до сих пор я помню тот день я помню тот день когда чермен вышел из комнаты посмотрев последний мы же тогда вместе жили я неделю был в депрессии я помню это было ты бил воздух вроде бы я я реально был в депрессии бил воздух и обнимал окно я клянусь я тогда я я это был первый раз когда у меня была настоящая истинная ненависть к выдуманному нарисованному персонажу а я тогда на то бы смеялся по-доброму потому что это уже просмотрел это уже прошел а через год после этого меня самого накрыла типа темная волна мысли и говна в голове и одна из терапевтических вещей я решил ну анимы она же несет добро в мир я посмотрю кантя не мы какое анима я помню я помню я вот берсерк смотрел забыл уже забыл и и там после этого вот ну когда у меня все в тике ушло это тогда пример но после этого находишь какую-то находишь арку спасение ты думаешь нет на самом деле это аниме вообще а судьбе об отношении к судьбе а роли судьбе о том чтобы идти наперекор или следовать своей вне зависимости то есть я пытался помимо плохих вещей найти какой-то высший смысл и даже это ужасное компьютерное посмотрела появились феи прочее такой ну фея киеве но эффект произведен был конечно возвращаясь чемплу там же все так гладко то есть она она не милосердно и чемплу смотри но если бы это было просто таким дурацким аниме там бы естественно спасали сразу всю деревню все бы мирились в итоге тут нет тут герой одной из серии который хороший человек может на самом деле стать жертвой амбиции плохих людей или тут не доглядели не досмотрели то есть она на самом деле достаточно взрослая прям не считая фу и и ручную белку не считая детских непосредственных чувств девочки не считая то что один из них постоянно молчит и отстранен а второй из них постоянно ругается и такое вот они ну и мне нравится как спокойно разрешается вообще в конце они находятся мурая пахнущего подсолнухами она успевает с ним поговорить потом его нахер убивает присланный сегуна ты супер крутой мужик и мне кажется всегда вот во всех как где идет речь и японии а мифической пони настоящей пони всегда есть незримая какая-то сила все гуна то потому что все гуну то есть феодальная поняли какая-то его не она же была строго но то есть император он прям солнце ебать пиздец он в так столица это уже одно упоминание столицы это что-то вообще супер крутое потому что мы говорим о какой-то деревне это всегда то есть даже манускрипт ниндзя там вроде замес был колоссальный послали кучу крутых охотников за джб да вот там тоже все это это все гуна то есть прикинь когда супер крутые люди обладающие сверхспособностями все равно на поклон приходит каким-то государством да и государю то есть всегда невольно думаешь а что же там государь фильмом меч незнакомцы или как называется чужака вот там же тоже стуну строили что-то давать похоже на манускрипт именно вот я и по я про них и вместе вспоминаю но тоже все равно где то есть какой-то сегон который вообще настолько пиздец что там такие законы там так да там даже средний горожане мне кажется все равно умеет не знаю время останавливать даже средний что касается всего там не меняется как будто бы характер ни одного из них то есть когда ты смотришь другие лава лапов нету и лава лапа в характере да то есть ты они уже сложившиеся люди типа там и на взрослые пока то есть взрослые в другом другом аниме там даже взрослые все равно как-то меняются вот он был говнюк там какой-то там феодал а потом он такой случилось нечто его дочь спасли и он такой ладно вы бедняки не такие уж и пидорасы я теперь буду тут не происходит так вот тут и день остается в целом остается при своем он он не становится и может они же не становят вот они же не становятся друзьями ни один из них не поменялся внутренне тот как как презирал его вот эту типа вымощенную вот эту аристократичную вот эту влащенность и натуру так и презирает а тот так как считал его отребьем каким-то научившимся махать мечом точно также наверное по логике вещей по логике персонажа мугина его его альтернативой типа этому крутому воину против которого боролся джинь должен был быть учитывая что у том бродяга что у него явно явно тяжелая судьба и в этой тяжелостью бы явно были был каст героев которые в этом повинны мать отец то есть как будто бы было бы более справедливость вот кто-то появился из его прошлого из серии тот самый старший брат который всегда его недооценивал всегда его там пинал ругал и вот они наконец а который мог бы быть даже не так силен как этот самурай но у мугина чисто блога логически то есть он сам слабеет как у как у телу а как у телу а с его братом наш андрик сантер я честно не хантера да они для меня слишком за и жесткие как star нет мельтешит что-то мельтешит то есть иголе такие ну то есть сети чисто с дедом поговорю учу и там мельтешат я ему говорю это я специально старое слово взял учет и ну типа во что мне сейчас получается врубаться в то как кто круче друг другу вещь серьезно я иногда сердце свое открываю и тогда смотрю тайтл вот открыл сердце всеми смертным грехам и говна поел вот были как это круто звучит я иногда открываю свое сердце тайтлом но частенько ну ты знаешь что нужно подготовиться ты смотришь во первых закончена ли манга сколько сейчас существует сезонов то есть мне в принципе импонирует вам пис я просто не хочу начинать его смотреть потому что чё ну то есть по моему там деньги нарисовку появились только недавно настоящий дитой он но сколько ему еще выходить когда впервые сразился роджер с этим white beard am в комментариях писали под роликом что светлая память тем кто любил one peace но так сука и не дожил до момента этой хорошей сцены потому что до этого было уже девять лет или сколько многие погибли ну не ну люди умирают прикинь делают что ну вернее любят что-то хотят дойти с этим до конца и умирают какие же мальчик какой-то которому который более смертельной болезнью мы показали мстит ли до премьеры потому что не дожил бы он до премьеры а тут но естественно никто аниме не будет ускоренно делать ради людей ну и вот это так мог быть более идеальный финал самурая чем тут нет вот эти мне нравятся односезонные такие сериалы закончены все да я я я опять таки его для меня чуть-чуть наверное не хватило еще еще как еще какой-то вот знаешь когда у тебя персонажей ты оживляешь их какими-то супер человеческими качествами то есть почему вот оно тоже нравится потому что вот мы находим весь этот и их путь очень жизненным и очень по-взрослому то есть необходимый путь где каждый для себя открыл что-то в себе и и вот в этом во всем мне хотелось вот еще чего-то человеческого в том числе как вот ну то есть какая-то романтическая связь это то что делает тоже людей очень типа очень людьми очень оживляет персонажей нарисованных когда ты видишь там типа такую яркую яркую симпатию но нет ну опять таки это чисто мое пристрастие не обязательно что-то там романтическое но хотелось еще чего-то хотя бы в одном из них потому что убирая получается вот вот этот вот момент там пути и откровений для самих себя как будто бы чуть-чуть это все-таки в плане персонажей около не знаю скудновато то есть дебошир дебошир там типа спокойный и около дурочка в этом часть очарования что собрать чаплу немного в принципе еще и скучно это road movie скука но скучность не скука скучность это обязательно и чайно потому что вот из окна машины смотришь те же скучно да но приятно да потому что окей дай дай им четвертого кунти архетипа но потом тогда уже а чё бы пятого не дать а потом идея ну и потом это огромная компания из 26 тысяч созданий которые делали же непонятно что у каждого свои цели тут же видишь один ничего не хочет второй ничего не понимает и девочкой единственная которая сцепляет их этой целью самурай пахнущий подсолнек и потому что ну ничего больше вообще у них нет никаких линий направлений такие окей погнали окей погнали вот и поэтому когда все разрешается хорошо что не было никого больше что к ним не присоединился на на 16 всех этих серий веселый торговец обманщик который постоянно предлагает какие-то выгодные сделки которые оборачиваются всегда сейчас надо не да согласен согласен что никто не присоединился согласен но не только не присоединился там типа одинаковая серия локация какой-то конфликт они становятся неизбежной частью этого конфликта и то ли помогает она помогал но в этом плане однотипности того что с ними происходило это все сильно подлатывалась и даже нет подлатывался какой-то уничижительно это сильно закрывалась вот этим именно вот этой второй особенностью помимо вот этого очень приятного доброго и такого очень взрослого и развивающего сюжета то есть заставляющего типа о чем-то задуматься вторая огромная часть это как раз вот этот стиль хип-хоп музыка что это же типа эта история уже произошла и рассказывает кто-то современна говорит типа битнике в 50-х годах например вдохновлялись дзен-буддизм или ван гог и гоген по-моему собрались в доме и посмотрели на эти юкио или как называется эти работы того человека который фу рисовал вот и такие после этого подсолнухи прочно засели в творчестве ван гог то есть дает еще и такие исторические экскурс и здесь мне показалось вот момент перед каким-то общем финалом что это же еще про японию достаточно приятная штука то есть это немножко документальный фильм про японию про игры того времени чуть-чуть то есть нам не рассказывать вот такие традиции у нас вот так вот здесь но тебя сразу засовывают в эти традиции например тебя сразу особо заставу которые который руководит коррумпированный чувак ну типа вот такая вот застава есть значит на дороге на горной и просто узнаешь про какую заставу на горной дороге ты узнаешь про то как например разводили за долги мужьёв жен в публичные дома сажали тебе говорят тоже очень навязчиво про то как на самом деле якудза держит целые города и города нормально живет с этой якудзой а стоякудзых у его живется и как вообще решаются вопросы то есть всяких на кроме что забавно что ты обязательно живешь в системе где есть якудза просто выбирать то что просто есть плохие вариантов и вариантов и по химии куза реально реально были времена когда муж может проиграть в карты свою жену вот на имя я просто больше не помню чтобы в другом тайтле так так и так ясно так явно показано людей и детей да 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 то как это было показано здесь то как ну я прям сопереживал вот этой части то есть я прям недоумевал и я не думал тому что типа как как женщин ну как он показывает как женщина это принимали и я более чем соглашаюсь что скорее всего так и было ну он проигрался я иду в публично да 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 жаль но я не собираюсь сбегать или что такое настолько настолько типа была сила вот этого внедрение самого детства в голову что типа роли девочка роль женщины ты ты жена ты это что типа ты шаришь что сейчас типа сейчас в плане то есть на ну в нашу эпоху там 20 и 21 века типа женщины от твою воевали за то что типа блин чё это мы вечно на вторых ролях чё ты мы вечно за мужчиной сразу мы скажи это тем женщинам которых в карты проигрывали они там ну типа тому этого главы вот этого там главы какой-нибудь фамилии жена она на типа вот есть он есть его наследник его любимый пёс чел который его там оружейник главный типа и там этот команда его самураев на него работают и где-то там жена которую он иногда снисходит до нее и там перебрасывается с ней пару слов и может еще и в карты и проиграть но это же просто заходит в ее комнату и говорит что-то я в карты хочу поиграть а мастерства вообще нет знаешь фразы которые не хочет услышать жена в в японии в 16 веке там вроде кости там не карт ахать дома карты есть ну когда что ну тоже так будешь плохо не будешь сосать я нахуй пойду играть в карты а ты знаешь я не умею и в костях я азартен но не нехороший чел который проигрывает даже в детские игры в карты и вот просто надо типа если черные на черные то типа ты берешь красное на красное я забираю все наживайте игры проигрывал загляну не жениться на таких чего уж там это же с детьми так вообще такая штука что типа грехи отцов и твои грехи и долги отцов твои грехи и мужей когда приходит самураи сигунат выбивать отца фу для но он убивает его за то что этот чувак был причастен к невыдавшемуся перевороту все гунате вот и поэтому сбежал от маленькой фу от маленькой девочки и от ее матери которая потом умерла и отправился жить в изгнание чтобы когда его нашли неизбежно и убили бы чтобы они не пришли за дочкой потому что был указ этому главному каре и каге что когда он найдет ну пахнут самураи пахнут еще подсолнухами чтобы он убил всех его родных тоже чтобы ген восстания был искоренен да поэтому тогда можно сказать что тогда пляж семья была более крепкая это сейчас муж не знает где жена гуляет а тогда муж точно знает его жена в публичном доме отрабатывает его карточные долги вот тогда семья была семьей мужчина был мужчина и женщина женщины спасибо что пришел мне кажется это идеальный финал и